Саран-саран, с вами Реран, Мультиреакция. Смотрим с вами новинки кей-поп, читаю ваше сообщение, которое вы мне присылаете по донату. Несмотря на неделю любимых клипов, конечно же, от новинок мы тоже с вами не будем отставать. Заявочка первая, которую я прочитаю, пришла ко мне от Наталки. Зел, ты пишешь, Аречка, здравствуй, приветик тебе неизменно. Хочу Дораму с Луной Джон Ханом. Так хороши актерские. Волшебная гитара в мелодии, хук в припеве, красивый мужчина. Что еще надо? Да, так-то не знаю, пожалуй, уже полный комплект. Это у нас ребята из Севентин, если что, некоторые файлы концептуальные публиковала в Телеграм-канале, посвященном кей-поп. Если кто-то еще не подписан, заходите, подписывайтесь. Название у меня написано на корейском. Отчут Бам. Вот на эту композицию выпустили клип. И тут же также обозначено, что гитара у нас от Пак Джуона. Кто такой? Может быть, сейчас по ходу разберусь. Ребята, давайте смотреть. О, как громко, громко. О, блин, какие пальцы. Почему у Айдова всегда такие красивые длинные пальцы? Я не только про ухоженность. Так там все валялись у нас. Ну, конечно. Ага. Я думала, он другим помог. А вот... Ух ты, блин. А что за музыка такая знакомая? У-у-у-у, контрасты какие. Ай, слушайте. Ой, так хорошо голосовник. Что это было? Что произошло? Я, короче, не понимаю. У них... Как эти... Как эти двери? Ах! Ммм, ну, здорово. Там вообще дождь случится. Слушайте, ну, эти фонари взрывающиеся. Не знаю, как их две истории могут пересекаться. Тут более фэнтезийно, хотя и там тоже корпорация монстров. Да, клевые хуки. И в предприпеве, и в припеве. И по звучанию хорошо. Хотя вот эта механическая какая-то штука, но все равно прикольно. Это не та девочка, случайно. А, ну, ух ты. Блин, какая крутая гитарка. Все, классно. Ух ты. Слушайте, что-то, да, такое в этом было? Как будто бы они, как бы, наблюдатели за миром такие, да? Вон, они перемещаются через двери. Сейчас песню уже хочется подпевать. Я уже не понимаю, что происходит. Сильно интересно. Ай, может, они в снах приходят? Ай, как красиво. Они их, что ли, пробуждают, нет? Слушайте, ну тут что-то такое придумали много всего, не могу понять. Сейчас как щелкнет. Вот с этого у нас кино начиналось. Ух ты, какая красивая графика. Слушайте, анимация обалденная. А, он его переместил к себе. Да, да, это прям дорам. Какая химия. О, май, гад. Проснулся. И, может быть, он сейчас будет уже среди других людей, а не в тех каких-то... Пропал без вести, что ли, или что? Что вообще? Это так было интересно. Я реально хочу такой дорам. Но да, это что-то такое сродни дорам. Достаточно много вот таких фэнтезийных всяких разных историй про существ несколько трансцендентных. И здесь они выступали, скорее, наверное, не как ангелы, но вот что-то очень близкое такое, да, что находится за пределами нашего понимания, нашего зрения и так далее. Кстати, мне вспомнился один из релизов Шайнят, ранее, давно-давно уже выходящий. Там тоже они были как наблюдатели. Вот здесь что-то такое было похожее. Мне очень, ну, помимо того, что, конечно же, сам клип, видно, что дорогой, классно здесь простроена концептуально, выдержанность холодного, многолюдного и еще там всякого разного, что в себя это включало. Всякие интересные, я имею в виду решения неожиданные с этими кроватями по кругу и так далее и тому подобное. Но здесь присутствовала в этом всем, да, некая брутальность в последнее время, часто я упоминаю, но я имею в виду, да, такая холодность, лаконичность и минимализм. Вот, мне это понравилось. Но вот прежде всего это, наверное, химия между персонажами и, в принципе, между Джон Ханом, ну, между ними как персонажами и окружающими людьми, вот чувствовалась какая-то, да, такая благосклонность и еще что-то, вот некий, да, высокий разум, вот что-то такое мне очень понравилось. Потом песня, да я не знаю, честно говоря, насколько она вот прям тютя в тютю с тем, что происходило в сюжете, но оно одно другому, конечно же, не мешало. Хотелось бы лирику посмотреть, она сама по себе отдельно очень прикольная, тоже с хуками, с гитарами. Была там одна штука такая трыникающая, механическая, она мне не очень понравилась, потому что, возможно, я слышала в наушниках, она мне сильно лезла в уши, а в остальном клево и между собой, также голоса, ребят, хорошо сочетались. Более низкий у Вон У и такой несколько ангельский у Джон Хана. Я буду ваше мнение по поводу этого релиза, конечно же, ждать в комментариях. Перехожу к следующей заявочке, пришла ко мне от Светланы. Светик, привет тебе, пишешь. Ли Йонжи выпустил клип на песню «Small Girl» с участием Дио из XO. Это так все мило, между ними химия очень хорошая получилась. Дело в том, что я в последние дни натыкаюсь на всяко-разно статьи о чем-то, что там в клипе происходило, и стараюсь себе сильно не спойлерить. Но чуть-чуть вот где-то что-то прокралось ко мне, как бы в мои глаза, и в мое понимание, что там можно ждать. Композиция называется «А, я уже сказала, хорошо». Все, поехали смотреть. Да, у нас тут опять с вами будет кино. Но если Дио пригласили сюда как актера, да? Блин, жеза. А, так это еще и лампа. Опасненько, опасненько. Хотя, может, она не сильно электрическая? Какая она, диодная. С этого нельзя смеяться, но просто как комично здесь это все реализовали. Ну тут вот про кисни я сразу слышу «да-да-да-да». Я просто балую от того, как они... Вот у него прям есть какая-то такая его фишечка, узнаваемая в актерстве. Обожаю ее. Пришоль. Она тоже суперски играет. Ай, будто прям колечко отделает. У меня сейчас щеки лопаны, че? Класс. Блин, захотелось такой же тусни. Знаете, вот эта работа, вот пока, в крайней мере, до сейчас, я надеюсь, ничего не испортится, но на всякий случай скажу сразу. Напоминает, знаете, что, типа, не в деньгах, не в успехе, не в достижениях, не где-то там счастье, а вот в простых мелочах. А что там у меня с потолком не могу понять? Беда, беда. Ну, я как знала, что сейчас что-то у нас пойдет не так. Ну, это похоже с этой жанра. А, это у нее хатка просто такая. О, она тут переместилась. Растет, 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 смотрите. Слушайте, кто-то придумал. Очень прикольно. Ой, она до небес выросла. Так, хоть бы под ноги смотрелась, а наступишь. Ой, я гляньте, тут уносит уже графика анимации. Прикольно, что они задумка, которую сложно реализовать чисто вот съемками или еще чем-то, дополнили историю, чтобы она была внятной через анимацию. У-у-у, словила. Ой, она что, уменьшилась сходу, да? Это она что, когда ранится или что? Что вообще произошло тут? А-а-а! Он так смотрит, как будто бы... О-а-а! Точно! Это тот момент, который в статьях обсуждали. Нет? А-а-а! 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 Я не могу! Слушайте, ну я не знаю, может быть, конечно, мой мозг меня обманул, когда я читала эти заголовки, но они в смысле попадались мне на глаза, или просто там как-то кликбейтно было написано. Я, конечно, вернусь теперь, перечитаю, но где-то я натыкалась на то, что вроде бы как этот поцелуй произошел не по плану, и Дио это все сделал просто так, и тут реально на это было похоже. Ну как это просмотрелось все, естественно? Да, я аж там забыла, что хотела сказать в один из моментов, где Дио поворачивается, смотрит, и такая улыбочка у него такая, да, с хитрецой. Как будто бы он взглядом одним говорил, дескать, что ревновало меня, да, понятно. Вот это вот у меня ощущение появилось. Клип чисто по задумке, что-то такое вообще супер, блин, невероятно, что произошло, не знаю. Мне понравилось все, от какой-то бытовухи такой, не предполагающей никаких чудес, мы просто наслаждаемся обычным приземленным счастьем, до каких-то вот небесных прогулок, да, где она увеличивается. И опять же, я не поняла, у нее когда она пальчик ранит, или когда она сердится, или когда она ревнует, она вот так вот растет, не знаю. Но вот он когда ей палец заклеил, как будто бы снова позаботился о ней, проявил к ней внимание, и все вернулось на круги свои, я не знаю, не так показалось. По поводу песни, хорошо тоже голоса их между собой прозвучали, песня не навязчивая, не что-то такое, что я и сразу померла. Нет, к сожалению, это не та музыка, тем не менее, она прям достойна внимания, и поэтому, ну блин, релиз классный. Но мне, короче, у меня клип зацепил, наверное, купил просто с потрохами, больше, чем непосредственно сама песня. Опять же, напишите мне, пожалуйста, в комментариях, Светику говорю спасибо большое за заявочку. Перехожу к последнему релизу на сегодня, который мы с вами посмотрим. Мария, ты пишешь, привет, Ари. Приветик тебе, я тоже заметила этот смайлик, и Наталка постоянно тоже его пишет. Red Velvet у нас космик, значит, ссылочка на них. Сначала я смотрела клип, видя много деталей, а под конец глаза отключились, так как включились уши. Это просто до мурашек и слез, не знаю как. Но я, естественно, подглядывала за тем, что происходит у девочек Red Velvet во время их подготовки к этому камбэку предстоящего. Даже немножечко мы вот эти все проблемки освещали в новостях, и я думаю, что я буду снимать в ближайшее время новости, тоже обсудим с вами еще вельветок, но я видела у них концептуальные некоторые фотографии. Я думаю, что, возможно, тему по поводу там, где они в костюмах, хотел сказать, горничных, но я не уверена, что там они прям горничные, в таких костюмах, как их назвать? Короче, там, где они в помещениях. Вот у меня там есть некоторые мысли, но я сейчас касаться этого не буду. Естественно, я видела тизер, естественно, я уже немножечко видела отзывы людей, и также, конечно же, концептуальные фотографии, и саму суть, то, что это у нас отсылка, возможно, да, или вдохновлялись они определенным фильмом, который я, по-моему, смотрела, но очень давно, и, честно говоря, даже уже вылетело мне из головы, как он то ли солнцестояние, то ли что-то такое. И что вельветки, как им свойственно между собой, здесь совместили одновременно что-то такое яркое и солнечное с некой такой будоражащей крепотцой. Благодаря Марии теперь я буду обращать внимание еще и на концовку песню «Когда мурашки». Я тоже хочу. Все, перехожу к простому. Там обряд про Велине. Про Велине. Да, я бы сказала, что процентов на 80 этот вот релиз, то есть сам клип, ну, то есть история в клипе, она все-таки про некую радость весенне-летнюю, да, то есть мы встречаем природу, радости жизни, все такое. Ну, а вот эти вот вкрапления, да, такие несколько щекотливые во взглядах. Да вообще только начало вспомнить, там где эти ногтики, да, эти пальчики играют с этой ниткой, там где-то на фоне кто-то пролетает, и это все так воспринимается беззаботно. Вот уже это, знаете, сразу тебе раз, и ты такой, а что происходит? Здорово цепляет. В плане реализации обалденно это все сняли. Классно все проработали, разные-разные мелочи. Я прям очень довольна. Хороший релиз сделали. Это же у нас 10 лет, девочка. Потом, что касается песни, она хороша сама по себе. Я уже несколько делала акцентов пока слушала, смотрела, да, не буду на этом останавливаться, но концовка, она еще больше раскрывает музыку. И, ну, знаете, та самая вишенка на торте, поэтому концепция получилась лаконичная и достойного внимания. И вот такую музыку я могу смело считать тем, что останется легендой, останется достоянием. Спустя там много-много лет мы будем возвращаться и думать, о, блин, как это было круто, как это звучало, да. Это вот такая музыка, которая привносит, что-то привносит, да. Не продолжает историю, а привносит чего-нибудь новенького. Вот мне так показалось здорово. Мне кажется, отличная финалочка у нас сегодня в мультиреакции. Спасибо, конечно же, всем айвятам, кто поспособствовал ее выходу. Отправляю вам уже как в новостях, значит, саранхе. А на этом буду пока что закругляться в мультиреакции, потому что сейчас планирую смотреть еще наши легендарные клипы и снимать уже третий выпуск недели любимых клипов, который, если все хорошо, тоже сегодня выйдет. На этом пока что все. Саран-саран, с вами была Риран. Люблю вас, целую. Пока-пока-пока.